Их задача — научить, а ещё так любить свой предмет и детей, чтобы эта любовь откликалась в сердце каждого ученика. Быть учителем — непросто, а быть хорошим педагогом — задача сложная вдвойне. В работе четвёртого форума молодых педагогов принимают участие 65 учителей. Впервые они встречаются на 35-й береговой батарее, в месте бессмертного подвига участников Второй героической обороны Севастополя. Наша задача, конечно, чтобы они, как педагоги города, в первую очередь прекрасно знали историю города и были проводниками великих идей, понимаете, наших великих идей по защите нашей Родины. Они должны готовить такое поколение, которое действительно будет не только знать историю, но будет чувствовать себя патриотами Родины, достойными гражданами России. У нас такая профессия, когда всё время приходится импровизировать, профессия творческая сама по себе, можно по-разному проявить себя. Но для меня это всё новый опыт, я подчёркиваю новый опыт. Одно дело учиться в университете, а другое дело уже идёшь, когда по профессии ты преподаёшь. Мы должны всё время обучаться и постоянно совершенствоваться. Там, где трагически завершилась вторая героическая оборона города в 1942 году, 70 лет спустя началась и его новая история. Документы, которыми была ознаменована «Русская весна», были подписаны на 35-й береговой батарее. О том, что происходило в те важные для города дни, участникам форума рассказали их непосредственные участники. Вице-губернатор Ольга Тимофеева и директор мемориального комплекса Валерий Володин. Мы хотим всегда, чтобы люди, которые к нам приходят, что-то узнали новое. И если это новое они узнали, вернулись домой и полистали семейный альбом. Это и тема наших экскурсий, и задачи нашего музея, и одна из задач приёма такого рода форумов. С приветственным словом к молодым учителям обратилась и директор Департамента образования и науки правительства Севастополя Елена Богомолова. Для севастопольских учителей сотрудники 35-й береговой батареи провели расширенную экскурсию и подготовили викторину на знание истории Севастополя. Участники форума получили сертификаты и памятные подарки. По итогам форума была достигнута важная договорённость. Молодые педагоги пройдут курс при батарейной школе. Расскажу вам о войне. Задача нашей батарейной школы, в которой на сегодняшний день обучаются почти 320 детей из 10 школ, 2 колледжа, которые имеют 1-2 годичную программу обучения. Задача обновлять каждый год состав учащихся, чтобы больше людей в городе знали о истории обороны Севастополя. Тут учатся дети, а мы хотим, чтобы здесь прошли курсы и учителя, целый курс, большой курс, и учились в этой школе. Они, конечно, получат документы, они могут потом действительно заниматься не только со своим классом, а вообще в школе, такой пропагандистской, важной работой, которая стоит, по-моему, перед каждым учителем, перед каждым гражданином города Севастополя. Эта земля долгие десятилетия хранит память о личном подвиге каждого из тысяч последних защитников Севастопольской земли. В честь тех, кто до последней капли крови сражался за город, севастопольские учителя возложили цветы к некрополю.